В общем, что бы мне хотелось узнать через картины, через живопись, через своеобразный язык общения между людьми. И, соответственно, хотелось бы очень узнать, с чего у вас, откуда вы узнали про свой талант, и как дальше потом у вас все это развивалось, и теперь это все-таки форма общения. Я заметил, чем дальше, многие люди, очень известные, они все время говорят, плохо я играл, ничего я не сделал в этой жизни. То есть, чем умнее, мудрее, тем человек как бы истинно, я знаю, что ничего не знаю. И Сверидов такой, замечательный композитор, жаловался, вот мой друг Валик Гафт, который жалуется. Я приходил к такому же выводу по поводу таланта. Просто есть люди средние, которые ничего вообще не делают. Есть более одаренные люди, которые что-то в этом мире оставляют и делают. Но талант – это такое собирательное понятие. Есть талант, или, например, что такое гений? Это человек, наделенный упорством человека, который его лишил. То есть, гениально, может быть, два маска сделать и гулять, отдыхать, бездаром быть, кропеть, кропеть. Одну картину какую-то другую купили и заметили. А вот талант для учебного зеленого упорства, этого бездарного – и гений. Я в детстве вообще думал, что я буду поваром, садовником, летчиком. Единственное, что я всегда хотел быть хорошим летчиком, хорошим поваром. Мне хотелось красиво накрывать, мне хотелось быть пирантом, но самым благородным, даже лучше, чем капитан Блад. Но вот как-то так случилось, что я постелил мореходку, а потом случайно пошел в училище, а потом не окончил, ушел в армию, а потом мама ушла, а я не стала. Я поехал на Евродину, в Паневежес, потом я работал в театре, потому что до этого у меня уже в Ростове был опыт ватафора художника в театре. В театре я работал года два, два с половиной, потом я узнал, что есть русская группа в Виллисе, в институте. Я пошел, поступил, потом я не окончил, ушел в академику, стал заниматься спекуляцией, чтобы заработать свою квартиру. Радам до этого, кстати, картину. А вот состоялся я художником, когда я увидел во сне, как я хожу по галереи, где висят мои картины, которых я в реальности не написал. Со мной идет какой-то дед. Он мне сделает какие-то замечания, вообще-то очень внимательно слушает. И я, подойдя к одной картине, заметил, что он был прав. И когда я вернулся, смотрю, его нет. Я смотрю наверх, а он поднимается и взлетает. И я вдруг узнаю в этом образе Леонардо да Винчи. Я куда-то, Леонардо, куда-то. Он молча кидает мне шар, я ловлю этот шар. Я понял, что я художник, я состоялся. И когда я понял, что я художник, что я теперь во сне вижу только себя как художник, я вижу себя слесарем, летчиком, пилотом, но я вижу, что я наблюдаю за этим человеком в моем облике, что он делает, как он выглядит, что он одетый, о чем он даже думает. И вот это как язык начинает знать, когда во сне начинает на нем разговаривать. Я после этого поехал в Загорск изучать иконопись. У Соколова Марии такая, она их хотела брать так, как я не был семинаристом, но я показала работу, ей понравились, пробные. И таким способом она меня взяла, как вольно слушатель. После этого стали продаваться мои картины. Я в Вильнюсскую квартиру упомянул московскую. Потом, но так случилось, что в 1984 году у меня появилась случайная жена францужинка. Я развелся, правда, с ней быстро, но у меня появилась возможность выезжать на Запад. Я стал изучать итальянцев, голландцев, французов, экспрессионистов, Леонардо, скажем, до дюмера, немецкого художника, Ласкаса, Рубенца, и, конечно, Рембрандта. И вот таким способом я стал познавать историю мира, живопись. Когда я стал продаваться в галереях, а потом вдруг в России все пошло, перестройка, я стал работать и здесь. Мне удобнее язык, я, в общем-то, жил всегда здесь, только туда уезжал по делам. И я работал, скажем, в стиле символизма или сериализма. Для кого-то это ближе, хотя это разные совершенно жанры. Но потом стал востребован портрет. У меня были большие навыки, была большая учеба, изучение портрета, как Веласкаса, Рембрандта и так далее. И я стал узнавать, кто самый известный художник, как они работают и чем они интересны. И кто был художник известный, от Гоя, скажем, до Эль-Грека. И стал работать в портретном жанре, но дотошно, требовательно. Я понял, что какой-то портрет подходит под этот стиль, скажем, глиссировочный, готический, средневековый. А какой-то не подходит. Поэтому я стал находить новые способы, как бы написать Клим Истину, пирата с обветренным лицом такого северного флота. Вот один хвост. Я узнал, что Пикассо, чтобы нарисовать движение собаки, нарисовал семь хвостов. А у меня уже был опыт, когда я не умел еще рисовать, и была девочка, которая никому не удавалась в портрете, и я понял, что нет глаз. У нее прыгали глаза, вот такое свойство, болезнь глаз. И я нарисовал четыре глаза, и все узнали. Вот иногда нужно найти какой-то способ заменить его, понимаете? Я был в театре в 79-м году, случайно, в Москве на Таганке, где Высоцкий говорил, монолог Гаврит, быть или не быть, потом махнул рукой, и говорит, ну, а вы и так знаете. И пошел по тебе дальше. И действительно все знали, и всем было понятно. Вот нужно иногда найти способ или недосказать, или действительно уже сделать точно, чтобы рассказ выглядел с нюансами, тонкостями. То же самое и в живописи. Иногда нужно оставить тайну, иногда нужно ее дозавершить. В портрете я писал одну девочку, и она была воздушная. Я кресло набросал таким коричневым, как бы, коричневой краской, подмалевочной. Слегка-слегка оставляя полностью ее на фоне холста. Ну, девочка была воздушная, легкая, ей было 13 лет. Но она стала наставить, что она хочет моря. Мама говорит, ну, она хочет моря. Ну, и понятно, что это казалось, что это меньше работы. Больше работы нужно за ту сумму, которую мы вам говорили, от меня. Написал моря, написал кресло. Она стала тяжелой. Девочка просила, что это 18-19 лет. Вот иногда лучше не это сказать, а ставить условно, иллюзорно. Но оно дает очень важный психологический ответ на ту или иную работу. Вот так я состоялся, как художник. Я очень требовательный к себе. Есть люди, которые говорят, и я так могу. Или мне нравится Павль Калей, или Пикассо, и я так могу. Мне нравится то, что я не могу. То, что непостижимо, как Брейгель Питер работал, или Силовкин. Как работал Гальбейн, Мемлинг, Ван Эйк. Вот такие вещи для меня, они допустимы. Их можно знать, их можно, в общем-то, выучить. Но есть еще тайны, которые они не открыли ни для кого. И вот познать ее, открыть для себя. Изучая старых мастеров, в процессе я открыл свое направление, скажем, в Dream Vision. Это размытые, что-то видеть экспрессионистов, но совершенно другое. Это вот иллюзорно. Ты как бы видишь, только когда ты живешь с этой картиной не один день. Когда ты ее видишь сразу, ты не понимаешь. Ты не подумаешь, что там непонятно. Как это от ума. А там целый мир, там несколько слоев, которые глаз начинает изучать и познавать со временем. Вот такое было открытие. Поэтому в живописи, если ты стал художником, нужно быть и требовательным, и нужно быть строгим к себе. И есть некая составляющая часть. Например, у меня очень важные три составляющие. Обязательность. Если ты обещал выполнить срок, выполнить или не берись за эту работу. Духовность. Работа должна быть позитивная. И высочайший профессионализм. И чтобы... И позитивность дает мне право человека выглядело, чтобы он на холсте более выгодно для него. Хотя это он 100%. Никаких искажений, никаких приукрашиваний. А обязательно, если ты пообещал, надо сделать, как я сказал, профессионализм. Это нужно делать все настолько точно. И неважно, 3 рубля ты берешь или миллион долларов. Ты должен сделать точно так. Потому что это выйдет в мир. Выйдет в свет. И тебя будут судить потом. Ты не будешь им объяснять потомкам через 200 лет, что, извините, ребята, мне мало заплатили. Я не хотел. Я делал много работ бракованных. За какие-то мне не стыдно, за какие-то мне ужасно неудобно. Потому что я экспериментировал, изучал. Я еще не знал, что такое кубизм до конца. Я думал, если квадратики разрисовал, вроде как... На самом деле, там свои нюансы, свой язык. В сериализме, в абстракции, в экспрессионизме. Везде. Но я все время вышел к каким-то поискам, изучал. Так как я позже закончил институт Сурикоевский. Он был не основным. Это было для меня неважно. Составляющая часть, скорее, диплома. Ухол диплома. Но я изучал старых мастеров. И изучал классику мировую. Однажды я просмотрел фильм «Би-Би-Си», когда она говорила о Марке Радко. Монашка с длинительным лицом, бывшей искусствоведка, серьезный канал английский. Я думаю, ну что-то здесь не тут. Там расстояние между сюжетом, действием, даже там, главной темой на картине и холстом, краем холста и рамой. А цвет такой, он очень особенный, необычный. Он должен вызывать у зрителей какое-то волнение. Какое-то особое энергетическое ощущение, что вот эта вещь тебя начинает... И вот там у какого-то человека, жена купила, богатый человек, но он не понимал долго. И, наконец, в один момент он полюбил эту картину. Любую картину можно в конце концов полюбить. Но я тогда еще не думал об этом. Я поехал в Америку по делам и решил зайти и найти Марка Радко. Я нашел музей, я пришел, сказал, что я профессор, я преподаю, и мне нужно сделать копию, если вы позволите. Они говорят, вот у нас в понедельник выходной. Я сделал две копии. Я так и не понял, что он хотел тебе это объяснить. Понимаете? И когда я спросил у служащих, какая работа отличается и насколько похожа моя, они сказали, знаете, идентична. Если мы сейчас поставили вашу работу, никто бы никогда в жизни не догадывался, кроме анализа спектра химического и цветового, а так нет. Но я не понял, я думаю, что это все-таки больше от лукавого. Все-таки больше от... Она необычна тем, что он заявил вот таким способом, такой подачей на холсте слови, как у Орхо, как Джек Сенпеллог. Но я не могу сказать, что они четко уникальны. Херст режет... Давайте я без этих... Немецкий художник Херст режет трупы, замораживает и режет. Или чем-то их заливает. Кто-то в храме выступает, это тоже называют акт творческий. Но на самом деле это все от лукавого. Только то искусство, которое пробировано в старом времени, на основе его сделано и волнует тебя. И не важно, абстракция это или кубизм, или там сюрреализм. Это и есть искусство. Оно должно тебя трогать. Ты можешь не понимать. Но оно тебя волнует, а ты начинаешь чувствовать, что здесь что-то необычное. Что вот это... А не тогда, когда он дает талмудр, начинает изучать, а потом говорит, нет, все-таки это неплохо. Я вот поняла, что король не голод. Это обман. Часто обман раскручен до такой степени, что уже те, кто был обманут, вынуждены продолжать раскручивать этого художника, потому что у них уже это есть. Но зачастую много-много в истории искусств, которое вошло в современном 20 веке, оно стало ошарлатанским, жулическим. Но выдано уже за искусство. И мы привыкли к этому. И они уже заняли свою нишу. Тот же самый Малевич пригласил двух авантюристов-журналистов, выставил на театре в одном спектакле эту картину «Черная квадратская». Где на ней молились, но пригласил двух журналистов, которые начали писать, потом разоблачительные якобы статьи. А уже была революция, 6 лет, уже нельзя было наказать за это. Они еще были верующие и так далее, и так далее. И он стал работать. Он ее выставил в музее отдельно. И на вопрос, можете ли сделать копию, он сказал, что с ума сошли, 8 лет написал. И тоже нарисовал еще 6 квадратов. Но подписал, на всякий случай, вторым годом, хотя делал в 1924 году. Это полное, как бы, но оно тоже имеет философию. Оно тоже, как фраза, сказанная на Тибете, в ученику он долго изучает, потом говорит, нет, еще тебе 3 года, для того, чтобы ты понял смысл ее и глубину этого слова или этой фразы. Вот то же самое и в искусстве, во всем. Привыкаешь к некрасивым людям, привыкаешь к некрасивому быту, привыкаешь к некрасивым поступкам, а привыкаешь к охотникам, которые убивают животных, потому что, ну что это их там, хотя это может быть тебе, ну и так далее. И привыкаешь к картинам, которые вначале тебе кажутся ужасными. Но тебя объясняют, в конце концов, ты чувствуешь, что ты тоже не дурак, в общем-то, наверное. И, наверное, она действительно имеет смысл. Но сегодня, и право быть, но сегодня все как-то меняется. Почему я сделал готику? Потому что каждая вещь, сделанная вручную, простым мастером, уникальная для сегодняшнего дня. Я купил шкаф, который стоит, там, скажем, 1200 евро. Я сказал, ребята, вы можете сделать такой же шкаф? Они сказали, нет вопроса. 50 тысяч евро, но это будет немножко у нас хуже, но близко к этому. Понимаете? И за тысячу купить, или за 50. И это, ну, 16-й, это и век 17-й, а это завтра, как говорится, носорогатели. Другое мастерство. Уже таких мастеров нет. И когда а-ля хай-тек, а-ля белые стены, кубы, такой джапан, японский такой стиль. Ну, невкусно. Да, оно имеет право быть. Но если это все будет, ну, нам будет неинтересно. Когда мы видим, как разрисовано, как вырезано, как сделано из мрамора, как храм стоит, понимаете, Нотр-Дам, скажем, да, мы восхищаемся, мы видим и получаем от этого импульсы какие-то, как работали люди. К этому хочется приблизиться. Сегодня все это меняется, и нас дурачивает. Когда в Америку приехали мигранты, вот, в основном из России, из Украины, из Одессы, из Москвы, в Санкт-Петербург, они внесли свою лепту, потому что Америка ходила на поклон к Европе, чтобы там, как сказать, купить у них старых мастеров. А те сказали, а зачем вам это все? Вот, мы вам предлагаем. Богатые люди, в общем, клерки, не очень образованные, какие-то бандиты, которые приехали туда покорять Америку. Они принялись, сказали, давайте, действительно. И так раскрутили, что уже европейцы сами стали покупать, и говорят, да, это все-таки искусство. Оно должно быть искусство современное, иначе старое будет как болото. Но современное тоже должно быть основано на старых, как я сказал, классическом, на старых мастерах, классическом искусстве. Поэтому я к себе требую темнее. И вот я собирал 4 года мебель, я делал 12 лет этот ремонт, но я хотел сделать так, как я хочу. И вот это, может быть, непонятно, но это для меня вкусно. Это очень вкусно. И это не просто вкусно, это действительно несет какое-то вот умиротворение. То есть, вы пришли, я вас не знала, но вот все чувствуется, чувствуется вкус, чувствуется, для меня, по другому слову, умиротворение, здесь спокойно. Вы были где-нибудь саду. Здесь нет ничего не натурального. Здесь все натуральное. Оно и практично, с одной стороны, но здесь все натуральное. Этот камин, портал, и рабочий, конечно, эти росписи живые, эти картины старинные, пусть не известных мастеров, эти скульптуры, шкафы, здесь есть только вот телевизор, который нужно прикрыть гобеленом. Я вот сейчас подбираю старинный гобелен, чтобы он мог закрыть вот это, так сказать, явление современного. Вы выбираете старинный, или будете тоже как-то как-то старинным заказывать? Конечно, старинный гобелен. Нет, просто сама художник исполнился гобеленом. А, старинный луч и старинный, и под старину, но чтобы он точно соответствовал. Да, гобелен, как раз, да, правда, здесь единственное, что совсем не хватает, это гобелено, то, даже все равно все... Ну, это только закрытие места, которые ее она современна. Вы знаете, у меня какой-то вопрос. Скажите, пожалуйста, вот вы сказали, что у вас восприятие было, когда вы писали девочку, да, 13-летнюю, вот у вас было воздушное. И вот вы, как считаете, стоит все-таки настаивать на своем восприятии, или все-таки вы, ну, как-то учитываете пожелания больше? Ну, все зависит. Если ты зарабатываешь, ты должен сделать все-таки работу, чтобы она клиенту нравилась. Но я сейчас сделал второй вариант. Это девочки уже чистый холст. И хочу в книгу свою дать, но уже такой. Они не будут обижаться, потому что это как бы неоконченный вариант, который я тоже имею право дать. У них окончено, у меня не окончено, для них во всяком случае. Вот. Но, когда ты молод, ты часто делаешь вещи по наитию. Вот у меня была такая работа, я продал одного немца, я работал на втором, учился в курсе, училище, и, ну, я был сделать зиму. И я вспомнил свое детство. Санки, коньки, какие-то гурбунки, закругленные, вы не знаете, но были такие, с палочкой деревянной, закручивались коньки к простым ботинкам. Санки такие необычные, еще такие какие-то. Вот я вспомнил, нарисовал эту зиму, она была такая трогательная, я просто наверху, снова уголю. Но потом я замазал Новый год, и она получилась красивой, работая с прошлым. К сожалению, я в то время даже не снимал, не фотографировал свою картину, она ушла без какого-то немца, без обозначений временного периода моей творческой деятельности. вот иногда говорят, ну, не может быть, не мог он в таком раннем юности, скажем, Шолохов написать такое раун. Мог. Понимаете, потом нет, а потом вот, как бы у нее другие были работы, но в тот момент у нее все как-то шло вот. Господь тебя как бы поцеловал, Господь тебе по наитию дал вот возможность проявить себя. Ну, я вам сказал, что я не думал, что я буду художником, но еще, когда мне было пять лет, я из гипсов камня вырезал замок, мне очень нравилось. Конечно, это был детский либн, мне тогда казалось, это шедевр. Второй шедевр, который мне казалось, я сделал это на двери детской, я нарисовал распятие Микеландзу, которое было в черном-белом цвете, я уйду в гостях у одних знакомых моей семьи, и я подумал, почему они не раскрашены? Я взял, нарисовал это распятие, но цветными карандашами, и вот Микеландзу стал уже цветным. Вот тоже мне в 11 лет казалось, это что-то нечное. На самом деле, сегодня я больше не доволен, чем доволен, я понимаю, что надо отдавать, что есть заказ, его надо выполнять. После того, как ты проходишь какое-то количество лет, ты смотришь на свои картины как бы посторонним взглядом, ты видишь, что они такие уж и они плохие. Не все, но некоторые работы, мне кажется, удались. Но для этого нужно отстраниться. Конечно, основной цензор это время, это время. Понимаете, но Брегель, замечательный художник, который продавался хорошо, старший Брегель, его очень не принимало современное общество, и над ним издевались, смеялись, критиковали, и еще какой-то, чуть ли не лет сто, говорят, ну ты как этот идиот Брегель, если вы кого-то хотели упрекнуть. На 200 лет он был забыт, и потом достали его, стали изучать, как раз он гений. Понимаете, вот нужно, чтобы время прошло. Я думаю, если современное искусство вот так воспримется через 200 лет, все о нем забудут, никто не пойдет к нему. Все пойдут к Брегелю, Босху, Микеланджу, Леонардо. Вот если убрать память у людей, но сохранить чувство восприятия прекрасного, то все будут идти к настоящему искусству. А это всего лишь, понимаете, мусор разбросанный. Я был на одном геннале, и там ребята пили пиво. Мне подошло случай, это кто сделал? Они говорят, мы сейчас уберем. Нет, нет, нет. Василий Иванович, вот здесь к этому прибавьте, к этой инсталляции. Вы понимаете, это я лужа, конечно. Все-таки это не должно быть названо искусством. Нельзя все называть, а то, что валяется на помойке. Но Ворхол это попытался сделать, ему удалось. Ну, это больше пиар, реклама, раскрашенные фотографии цветными, различными цветами. Из банки Кока-Кола он сделал искусство. И это стоит очень дорого. Но это вложение денег. Понимаете, а на самом деле там есть творчество, там есть проявление искусственного, творческого начала, оно нет. Все-таки искусства нет. Души. Нет души, нет сердца. А искусство должно тебя волновать. Оно должно тебя трогать, и ты должен все время хотеть вернуться к этому. Я вспомнил одну историю. В 80-х годах все хотели пойти на фильм, польский фильм, приключения амазонок. Была легкая эротика, тогда еще раз этого не было. Нельзя было попасть. И я пришел случайно с девушкой в надежде, что шутите, за неделю билеты куплены. В 87-м год, не помню, в 87-м. И вы хотите, в соседнем зале идет сказка, бесплатно. Можете сходить. И я увидел настоящий фильм. Это была бесконечная история. Мальчик, который попал через книгу в страну фантазии. Он как бы он решал в реальной жизни спасти фантазию страну. До сих пор это один из любимых моих фильмов. Я потом посмотрел на Можонке более порнухи, более отвратительной, как бы дурацкой картины я не видел. Это не понимаю. Вот то же самое с временным искусством. Оно временное. его муссирует. Говорит «А-а-а». Понимаете, но нельзя думать, что если человека задавили, это тоже искусство. Оно привлекает. Понимаете, и мухи вокруг это всего лишь то, что положено при том, когда происходит трагедия. Но назвать это тоже искусством. Разрезать собаку, содержать шкуру с человека и продать при жизни он продает, получать какие-то деньги на жизнь. А потом с него сдирают выставляет его в музей. Это не искусство, это шок, это как бы даже не приложение к искусству, а это рассчитано на низменные чувства людей, на их самые-самые такие тайные, глубинные, но негативные начала, негативное начало. Но искусство оно должно восторгать, восхищать, заставлять думать. Понимаете, я был в замке, где королевы два раза приезжают на обед, и там средневековые картины, где идет этот обед, обнаженная женщина, стоящая в фильме. Она сделала 15 век лицом к тебе, она не вызывает никакого вторжения, она вызывает восхищение, при этом вкусно естся, понимаете, и она вызывает репет и какое-то благоговение. Вот это и есть искусство. Оно не должно тебя дергать за низ, оно должно тебя всегда трогать за верх, за твою как бы верхнюю часть чакры, твоего мозга. И тогда это есть история искусства, настоящая история искусства. А ваша любимая картина, то есть ваша, ваша любимая картина? Моя картина любимая? Которую вы написали, которую вы все-таки не знаете, что вы не довольны. Вот она вас, ну, вот вы ей любите. У меня была картина одна, которую я хотел выбросить. Я много делал, я делал, делал, и потом положил в коридор для выброса в коридор. И пришел мой приятель и сказал, слушай, а что у тебя за картина там, которая шевелится? Я говорю, как шевелится? Он говорит, да, как голография, я говорю. А вот эти многослойности, я много-много-много-много-много слоев, разных. Я был недоволен нового и слойного дома. Оно создало такое. И когда я нечаянно положил раму старую на выброс тоже, она сконцентрировала внимание и вдруг действительно зашевелилась. Я ее достал, потом Афориев достал оттуда и очень быстро продал, кстати. Вторая история у меня была с картиной. Я тоже не мог понять, как нарисовать вот ностальгию. Дом, в который никогда нельзя вернуться. И я нарисовал этот дом, и у меня не получился. И тогда я решил его уничтожить. Я взял просто мастихин и нацарапал круги. И вдруг появились какие-то джунгли. Такое место, куда нельзя войти. Позже я это испытал его. Я был в Италии. Был вечер, и мы сели на природе перекусить перед Римом, перед подъездом к Риму. А до этого, когда я был маленьким, у нас был дворец разрушенный перед окном. И когда я вставал перед школой и одевался, через этот дворец, через арку пробивало солнце, выходило. И вот я увидел точно такую же через тридцать с лишним лет в Италии вечернее солнце, правда. И вот арка такая же похожа. Я по наитию пошел, думаю, я сейчас войду в арку и попаду в детство. И когда я пытался это сделать, я ободрался шиповником дикой розой. Потому что в детство этим нельзя. Вот эта картина была написана случайно когда-то. Я ее подарил одной девушке, но потом пожалел. Она написана была случайно. Но в искусстве не должно быть случайностей. В искусстве все должно быть четко, как в музыке. Но я обычно сажусь как ремесленник, а заканчиваю как уже художник. Я должен выполнить работу, я должен каждый день работать. Неплох тот художник, любитель, который ждет, когда придет. Это так называемое вдохновение. Он для этого бьет, колется, он делает всякие... Ну не этого не надо. Ты просто садишься, как актер, который выходит на сцену. Он вживается тут же в образы и начинает играть Гамлета. Играет короля Ира или еще какую-то личность историческую. Хотя у нее дома коммуналка, проблемы. Жена больная или еще что-то. Но должен на сцене воплотиться тот же самый живописи. Играет будем. Продолжение следует...